Видео для плейлистов «Бизнес в Эстонии». Наверху будет подсказка. И для второго плейлиста «Спорт тем, кому за 40». Итак, бизнес и спорт. У классика есть такое. Гений и злодейство – две вещи несовместные. Спорт и бизнес совместные, но не так сильно. Объясню. Есть две вещи. Цейтнот. Допустим, почему я записал это видео? Вот только что я запланировал себе кучу тренировок, пробежаться, поплавать в спортзал. Но тут возникла проблема. Такой есть Архимедес. Они выставили предписание, кое-что сделать по сайту. И вот я сижу и плодотворно в течение трех дней отложил все тренировки. Думал, сегодня успею. Нет. То же самое до вечера. И спорт можно отложить, а бизнес – нет, нельзя. Друзья, когда-то мой одноклассник Олег мне рассказывал так по-меценатски. Я, когда я уезжаю на сборы, я все бросаю, и бизнес он выплывет. Нифига. Фирма его обанкротилась. Сам он не знаю, чем даже занимается, по-моему. Не знаю. Так вот. Из-за цветнота иногда нужно забить на спорт и сделать бизнес. Бизнес важнее. Второй момент, серьезный, когда спорт. Допустим, у меня в любом случае 2-3 раза в неделю получаются тренировки. Это десятка километров бегом по горкам Тенерифа, потом спортзал или до этого спортзал, ну и плавание. То есть все вместе примерно 2-3 часа. После такой тренировки я не то что думать, я заснуть не могу в душ, и потом я еще как бы не особо ем после 6. И после этого, когда сахара в крови ноль, какой думать, какой бизнес. То есть только если решать какие-то абсолютно насущные вопросы, которые прямо сейчас. Или просто спать до утра. А утром в 6 утра организм говорит «ЖРАХТЬ». Так что так, подведем итог. Спорт и бизнес совместить можно, но, к сожалению, я не могу достичь очень хороших результатов. Потому что иногда те же тренировки бизнес перебивает и говорит «Нет, я здесь, нужно сделать именно вот это, а спорт забей». Ну и второе, что я считаю, усталость после спорта. Я, допустим, если очень сильно устал, да и многие, когда сахара в крови ноль, мы можем принять неправильное решение, лучше отложить, если нет чего-то срочного. Так что рекомендация – занимайтесь спортом, но без фанатизма. А когда у вас будет большая фирма, и вы будете полностью все переложить на подчиненных, только тогда возможен свободный график. Абсолютно свободный. У меня, к сожалению, такого пока нет. Всем удачи. Продолжение следует.